Добрый вечер! Всем привет-привет! Сегодня у нас в гостях мой коллега, в том числе и бывший коллега, но я не разделяю людей на бывших и будущих коллег, потому что мы все вращаемся в одном геймдеве. Это лид-нарративный дизайнер на часовщике Белка Геймс Дима Сергеев. Привет, Дима. Привет-привет! Рад всех видеть и слышать. Да, я тоже очень рад. И это не пустые слова, я действительно рад видеть людей, с которыми я работал, с которыми мы умудрились друг другу горло не порвать в свое время, учитывая то, что люди творческие, творческие разногласия, они естественны. Соответственно, мне тут в том чатике, в котором мы сейчас общаемся, рассказали, что, оказывается, в Белке Геймс, очень популярно 8 комедийных характеров седиты. Я такой, типа, что? Это же вроде где-то, где-то я слышал, кто-то мне про это рассказывал, кто-то даже лекцию читал в Белке в свое время. Вот. Можешь, пожалуйста, рассказать? Собственно, ну, самый главный вопрос, да, я его всем задаю. Первый – это вот, как ты попал в геймдив? Откуда ты такой красивый? Ну, ты задал вопрос, на который у меня будет очень долгий ответ. Ну, а мы никуда не торопимся, у нас целый час, и это главный вопрос. Хорошо. Начну я с того, что мне всегда хотелось делать игры, сколько я себя помню. Да, наверное, с того момента, как у меня появилась игровая приставка 8-битная Dendy, я думал, как было бы круто самому делать такие клевые штуки. Потом появился компьютер, и мне повезло, у нас в школе были уроки информатики, на которых мы проходили языки программирования. И мы проходили такой язык программирования, как LogoWriter.com, и, насколько я знаю, никто, кому я о нем рассказывал, о нем не слышал. Но это очень... Если кто-то слышал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, это был байт. Это очень примитивный язык программирования для детей, чтобы обучить их самым основам. И уже тогда я пытался делать какие-то игры. Но это было, конечно, очень примитивненько, но мне было жутко интересно. Потом были текстовые редакторы для космических рейнджеров. Можно было делать текстовые квесты. На самом деле еще был Flash, и я начал рисовать мой фильм, но там тоже нужно было учить экшн-скрипт. В какой-то момент я понял, что с программированием у меня не складывается, потому что делать игры мне интереснее, чем разбираться в программировании. То есть я не готов был разбираться в программировании для того, чтобы делать игры. Почему-то моя логика была такая, и так я поступил на экономический факультет. Но я продолжал делать мультфильмы во Flash. Я продолжал делать текстовые квесты в редакторе для космических рейнджеров. Почему? Потому что там не нужно учиться программированию, а можно сразу делать игры. Естественно, эти квесты посмотрело полтора человека. Один из них мой друг, другой админ сборника текстовых квестов в интернете. Еще мне их показывал, собственно. Я же потом их смотрел. Я заходил, играл и давал тебе фидбэк. Я говорил, тут вообще непонятно, неочевидно. Гейм-дизайн своеобразный. Да, но поскольку была такая творческая энергия, и нужно было ее куда-то девать, так получилось, что на одной из вечеринок у чувака был цифровой фотопрасс возможности видео, и мы записали первый фильм. Ну как фильм, ты же понимаешь, да? Если у тебя впервые оказались руки камеры, ты вряд ли снимешь фильм, но ты снимешь что-то, что можно смонтировать, какое-то видео. Я его смонтировал, и это было очень круто. Это был новый опыт, и я решил, что нужно работать в этом направлении. И мы снимали еще пару любительских фильмов, и потом я решил освоить сценаристику. Я купил книгу, точнее, мне моя девушка подарила книгу. Она увидела наши фильмы и сказала, вау, круто, только давай сделаем еще круче. Я говорю, давай. Она подарила мне мою первую книгу по сценаристике. Это был «Вильям Индик. Психология для сценаристов». Я ее прочитал и подумал, господи, какой кошмар. Это инструкция о том, как написать самый фишированный в мире фильм. И продолжили снимать так, как считал нужным. И я начал участвовать в различных фестивалях. Ну, помимо видеозарисовок для факультетских кинофестивалей, которые были, по сути, видео об университете, а не кино. Но мы сняли пару фильмов для фестивалей. Мы записались на киношколу от кино и телевидения. Я и моя девушка, мы вместе сходили, прошли ее. Мы записались на режиссерские курсы. Но в какой-то момент вот со всеми фильмами мы все откладывали и откладывали. И она сказала, о чем мы не снимаем больше фильмов? Я говорю, ну, на самом деле, это не то, чем я хотел бы заниматься всю жизнь. Она говорит, а что? Я говорю, ну, я бы хотел заниматься... Очень, на самом деле, у тебя очень пробивная девушка. То есть девушка такая... Обычно девушки, они говорят, типа, где наши алименты, Дима? Где... Почему ты не зарабатываешь деньги? Она тебе говорила, фильмы снимать? Вот реально, это очень интересно. Ну да, она же у меня самая лучшая, ты не знал. Поэтому я и с ней, конечно. Да, большой вклад в то, что вот не сдаваться, и стимул мне давал надежку. Она помогала мне во всех реализациях, в самых безумных фильмах, какими бы на тот момент они не казались странными для других людей. Она меня поддерживала, она помогала, я очень много вкладывала сил. И когда я сказал, что, ну, я бы хотел, наверное, делать игры, но я не программист. Программист. И она открыла мне глаза, а что не нужно быть программистом, чтобы делать игры. Вот. И на тот момент мы уже пять лет играли в настольную ролевую игру Эра Водолеев, в которой я был мастером. И она сказала, у тебя же получается клево делать истории, персонажей придумывать, так иди в нарративный дизайн. Так я узнал, что такое нарративный дизайн. Потому что на момент, когда я принимал решение, куда поступить, такой профессии не существовало в принципе. Игры делали программисты, если ты не программист, путь в игры для тебя закрыт. Это очень интересный вопрос. Типа, почему твоя девушка настолько лучше шарила, чем ты? Ну, то есть, типа, она тебя на 20 лет старше была? Типа, как ты не заметил, что есть еще какие-то другие профессии? Ну, в смысле, другие в рамках игр. А потому что на тот момент я уже работал в банке, понимаешь? Я экономистом же выучился. У меня последние три года в универе это был только универ. То есть, я отстал во многом от жизни. И вот. И дальше, собственно, началось непосредственно путь в геймдет, когда я просто открывал все вакансии нарративного дизайнера, которые есть, просил мне прислать тестовые. Но на самом деле я подумал, что мне бы хотелось, чтобы мое резюме выглядело более весомым, поэтому я еще прошел курс Script Writing for Video Games на Курсере. Где, по сути, на самом деле было все то же самое. Вот в чем проблема. Все то же самое, что в книгах по сценаристике. То есть, там была идея о том, как написать storyline для видеоигры по законам киносценаристики. И это, с одной стороны, было вроде бы дополнительная полезная практика, с другой стороны, это не тот нарративный дизайн, например, которым я занимаюсь сейчас. По большей части. И гораздо больше я узнал, получая тестовые задания от реальных компаний. Вот. Естественно, получил первые 10 отказов, наверное. Вот. А потом мне предложили писать нарратив для криптоигры Dragonarium про дракончиков. И там меня пригласили, мне даже обещали за это платить, и мне заплатили. И это был первый опыт работы именно для игр. И я продолжал делать тестовые, чтобы устроиться куда-то на постоянку. И потом я выполнил тестовое для белки. Я прошел собеседование, мне сказали, окей, приезжай в Беларусь. Вот так просто, собственно, бацька ловит людей и захватывает их в своей сети, заставляет копать бульбу. Хорошо. Собственно, сразу вот вопрос. Ну, то есть, вообще все звучит как такая очень ненапряжная и достаточно творческая стезя. То есть, ты такой пришел, занимался чем интересного. Сразу два вопроса, да. Первый вопрос. Ты, получается, совмещал работу в банке или как? И второй вопрос – это, типа, а как ты пережил вот эти первые 10 отказов? Да, ну, я работал в банке 5 через 2. Восьмичасовый рабочий день. В общем, типичная жизнь офисного планктона. И, да, и делал все это на выходных. А в 6 часов я заканчивал и ехал куда-то на Комендантский или еще дальше вот на курсы режиссера, например. Режиссерские курсы, которые проводил местное… При поддержке местного муниципалитета какая-то местная общественная организация. Вот, два часа мы сидели там, и мы возвращались, ложились спать, на утро снова на работу в 7 утра. Вот, так что, да, это совмещение. 10 отказов пережить было, на самом деле, очень просто, потому что я понимал, что я ни разу в этой сфере не работал. Да, и то, что мне отказали, ну, это нормально. Потому что я не супер-профи, которого должны взять с первого раза. Поэтому, наверное, в чем-то мне было проще. У меня было непрофильное образование, и кроме желания у меня ничего не было. Поэтому все отказы переживало нормально, но вот верил, что рано или поздно мне… Ну, как минимум, я очень многому научился на этих тестовых заданиях. То есть формат постановки вопроса, да, что нужно написать, как написать, какие требования. Я активно начал изучать рынок мобильных игр, да, я начал играть в Homescapes. На тот момент супер-популярность набирал и был основным рефмом для очень многих игр. И я в них стал играть, я начал понимать, как там строится история, что они шутят практически в каждой реплике. Что реплики короткие, диалоги короткие и так далее, и так далее. Поэтому пережить отказы было просто, а вот совмещать на самом… Ну, все в реальности было не так радужно, как я сейчас рассказал, потому что у меня были университеты, и защита диссертации, и работа. Хорошо, я просто немножко… Ну да, конечно, это все… Когда уже все случилось, это выглядит как… Обычно это выглядит как цельный путь, по которому люди шли. На самом деле там, скорее всего, были какие-то метания, неуверенность, перегрузки. Так вот, я про лайфхак хотел сказать. Я вот свой… Ну, я тоже не знал про какие-то другие профессии. У меня еще и девушки не знали про эти всякие профессии. Неправильных девушек выбирал, не за те характеристики, естественно. Вот, я про то, что я просто, ну, пошел учиться на программиста, и там, четвертый, пятый курс, вот, я выбрал дипломным проектом делать игру. То есть ты как бы пишешь и диплом, и заодно еще и, ну, свое первое портфолио делаешь как бы легально. И мне говоришь, мам, я, короче, вот, я работаю над дипломом, вот, у нас строит мам. Вот, и, собственно, это, ну, действительно сработало. Вот, то есть там было еще короткое время, когда мы умудрились каких-то там инвесторов найти. Но это не профильные инвесторы, поэтому там история все очень быстро закончилась. Ну, какие-то деньги получил. Вот, получили с другом. Вот, так что да, тогда следующий вопрос, вот, собственно, а вот сейчас тем людям, которые хотят попасть в геймдев, осознанно, да, скажем так, что бы ты посоветовал? Что бы, вот, в первую очередь бы стал делать? Я отвечу словами одного из моих любимых режиссеров, Квентина Тарантино, который сказал, что я не ходил в киношколу, я ходил в кино. И это ни в коем случае не отмазка, что нужно забить на какое-то образование и прокачку скиллов. Это о том, что насмотренность, страсть и желание делать игры, играть в игры, играют порой не менее важную роль, чем изучение какой-то академической литературы. Поэтому мой совет номер один, если вы любите игры, играйте в игры, анализируйте игры, что вам понравилось, что не понравилось, как какие-то вещи комбинируются и почему по отдельности они не очень, а вместе вот производят впечатляющий эффект и вам нравится играть в эту игру. Что в этой игре такого клевого, почему эта игра заставит вас провести в ней 200 часов, 600 часов, если провели 1000 часов, это, наверное, перебор, но значит игра офигенная, что в ней вам понравилось, почему это хорошо работает. На самом деле больше играть, больше играть в разное и не бояться проходить тестовые задания, потому что реально на тестовых заданиях ты понимаешь о специфике работы больше, чем из любых лекций и даже наших с тобой. Ну да, да, да. Обесценивай, конечно. Ради этого я тебя и пригласил. На самом деле, конечно, я соглашусь, то есть для того, чтобы пройти любое, ну вот уже говорили, да, промышление в виде воронки, да, то есть каждый этап вам нужно учиться проходить, да, типа вам нужно научиться проходить этап поиска, да, типа знать, где можно найти эти самые вакансии. Потом вам нужно проходить этап общения с HR, да, потом вам нужно будет проходить этап, проходить этап тестового. Про него чаще всего говорят, но на самом деле это не, ну, бывает, что и как-то ты просто говоришь, ну, я ничего не умею, и тебе говорят, ну ладно, вот иди к нам учись, да. Бывает и такое, что ты прям без тестового проходишь, тебя просто проверяешь, ты умеешь грамотно писать, например, для нарративщика, или просто смотри для кого-нибудь художника его DeviantArt, какое-то такое портфолио, а для программиста, естественно, GitHub и так далее. И все, и такие, ну вот давай начнем с тобой работать, просто без тестового, такое случается. А вот те вещи, которые я там до этого перечислил, их, скорее всего, сложно будет пропустить, то есть где-то работу вам в любом случае нужно будет найти, то есть это либо нетворкинг, либо интернет, либо еще как-то, можно там просто ножками ходить. Потом вам нужно будет общаться с человеком, то есть это тоже нужно навык проходить. А после, ну вот, собственно, тестовое, ну и какое-то финальное собеседование, и что там у нас, испытательный период. После этого уже как бы я вас выгоняю из этого чата, и вы свободная птица, вы уже знаете все, что знаю я. На самом деле, прости, что перебью, забыл еще одну очень важную вещь, и на самом деле важно еще пытаться сделать что-то самому. То есть как бы здесь уже как бы отсылаю к опыту Роберта Ридиса, который вместо сидения на лекциях ходил и снимал кино. Освойте любой элементарный инструмент. Ну, для меня это был, конечно же, редактор для тех, кто в классах космических рейнджеров, и Flash, который позволит вам делать какие-то минимальные примитивные игры, там, давать играть друзьям, получать фидбэк, потому что, делая игру, вы уже поймете, с какими сложностями вы сталкиваетесь. Был у нас пример, когда мой друг, мы с другом вместе писали квесты, и он писал свой фрагмент. У него было два варианта выбора, там, по-моему, примитивный какой-то вариант. Ты идешь мимо бомжа, и у тебя есть два варианта, бомжа ограбить или пройти дальше. Я понимаю, что сейчас сеттинг весьма сомнительный, но тем не менее. И он просто непосредственно смотрел вариант, что кто-то пройдет дальше, не ограбив бомжа, но у него есть такая опция. И в результате ты оказываешься в какой-то момент в игре в тупике, когда у тебя не посвечиваются никакие варианты развития событий, потому что все они рассчитаны на то, что у тебя есть предметы, которые ты получил. И вот эта ошибка, она очень большой опыт дает. Ну, тебе типичная игра Telltale Games, да, как бы вот этот вот ложный выбор, и ты все-все, все равно тебе говорят, ну, персонаж запомнит это, но в следующей сцене он умирает. Это такой, типа, и что он запоминал. Нет, Серега, это очень важно. Это не ложный выбор, это выбор, который просто ломает игру. Ты не в состоянии пройти дальше. Да, нет, это я понял. Да. И такие вот, те шишки, которые вы набьете на собственном опыте, какими бы примитивными играми вы не занимались, да, будут гораздо полезнее, чем если вы 10 раз про них посчитаете. Это тоже очень важно. Да, да, освоенный навык – это вот то, что ты можешь повторить. А если ты уже умеешь хотя бы ошибаться, то ты такой, ну, типа, уже наполовину освоенный навык, все замечательно. Вот, да, это очень круто. Вот вспоминая про какие-то детские поделки, я помню, как я в деревне, в славной деревне Красногнаменки, делал то, что, я не знал, как это тогда называлось, я думал, я делал что-то типа черного плаща на Денде, или каких-нибудь Чиплдейл, опять же, на Денде. Я делал платформеры из туалетной бумаги. То есть ты берешь, крутишь, там нужно пальцами прыгать. То есть один крутит, ну, то есть он нарисовал и крутит, а другой прыгает. И, короче, нужно все это проходить. Для видеоигр, собственно, не нужно ни видео, ни игра. То есть это достаточно фантазии. Да, то есть мне очень нравится вот подход Димы в том смысле, что, ну, вместо того, чтобы мечтать о том, чтобы стать великим очередным Кодзимой и рулить суперстудией, ну, достаточно там освоить один конкретный прикладной навык, и вот от него уже можно развиваться. Да, то есть, ну, не факт, что вы всю жизнь будете этим заниматься. Может быть, вам понравится что-то другое, но у вас уже будет этот навык. В том смысле, что вот я умею писать на флэше, да, на экшн-скрипте третьем и втором, кстати. И, типа, ну, это дает большой плюс для того, чтобы дальше от этого опыта отталкиваться и говорить, ну, слушайте, вот эта вот проблема, когда ты на кнопочку наводишься, да, а она начинает вот так вот скакать, это вот потому, что у тебя тень там есть, потому что в одном встрече у тебя тень появляется, в другом исчезает, и поэтому у тебя два кадра вот так вот скачут, да. И, типа, когда я нахожу что-то вот сделанное на каком-нибудь юнити, который ведет себя точно так же, я такой, а-а-а, я эту ошибку видел там 15 лет назад, как это не мило. Вот, а она как бы воспроизводится и воспроизводится, хотя технология, вроде, совсем другая. Вот, классно, классно. Совет очень необычный и вообще очень практичный. То есть можно его брать, сейчас использовать его. Прям каждый идите, берите по инструменту, осваивайте его, и вот, и все. И как-то прокладывайте себе дорогу в геймдеп. Тогда пошли по вопросам наших зрителей, да. Первый вопрос. Юмор писать сложнее всего. Заявление смелое. Хотелось бы узнать, как справляться с этим жанром? Как ты справляешься с этим жанром? Можешь ли ты справиться с пятью юморами за раз? На самом деле проблема в том, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я не умею писать юмор. Это причина, по которой я в команде, университетской команде КВН проиграл, ну, сыграл одну игру и больше там не появлялся, потому что юмор писать тяжело, и в какой-то момент ты для себя решил, что, ну, юмор писать у меня не получается, поэтому я буду писать интересно. Если повезет пошутить, то хорошо, а если нет, давайте я буду писать интересно. Потому что удержание зрительского внимания строится не только за счет юмора, но за счет интриги, эмоциональных качелей, перипетий и так далее, и так далее. И здесь, в общем-то, инструментов гораздо важнее. Я успокаивал себя тем, что я пишу интересно. Не смешно, но интересно. Вот это вот пошло легким путем. Вместо того, чтобы освоить элементарные способы создания шуток, типа с этап панчлайн добивка, я ему такой, я изучу драматургию. Вот, короче, это простой, это шорткат. Это база. Да? Именно. Но на самом деле от шуток все равно никуда не деться. И на самом деле, я даже не знаю, у меня нет другого совета, кроме как просто смотреть и читать больше юмористических комедийных шоу, программ и так далее. И эта насмотренность рано или поздно выльется в то, что у вас будут формироваться шутки. В конце концов, всегда можно украсть и переначивать под своих персонажей, под свои нужды, под диалог. Но на самом деле, сейчас мы, например, практикуем в команде такое упражнение. В начале дня наш коллега Илья пишет три захода для шутки, и мы придумаем добивки. Просто накидываем варианты добивки. Я полагаю, он как любитель КВН стащил эту практику из КВН тоже. И даже если шутки получаются не смешные, рано или поздно ты натаскиваешься на то, чтобы подмечать какие-то смешные детали, видеть больше смешного. И когда тебе в следующий раз нужно написать смешной диалог, ты уже сам, написав какую-то реплингу, сплотнешься и подумаешь, а как я здесь могу пошутить? И дописываешь шутку. Как-то так. Да, вот насчет Ильи, да, ты хорошо напомнил. Его тоже можно пригласить. И вот с ним уже про юмор поговорить. Потому что в прошлый раз, когда я пытался с Ильей в Майтоне говорить про геймдев, там все в Майтоне очень сильно оскорбились, обиделись тем, что просто пришел человек и всех такой, типа, равномерно покрыл критикой. Вот. И честно, от любви, я сразу полюбил после этого после этого Илью, потому что, ну, это вот мой любимый сауспаркерский либерализм, либертарианство, точнее. То есть, типа, чтобы все получили, и это тогда никому не обидно. Ну, на самом деле, конечно, всем обидно, но, типа, мне-то что. Вот. Хорошо. Я, собственно, писал в чатике с вопросами, что нужно получать правильные психотравмы, потому что юмор, в том числе, ну, часто, вот, например, руководительщиков, это копинг-механизм, то есть, защитный механизм психики. Вместо того, чтобы сталкиваться с ужасами реального мира, там, люди отшучиваются, и со временем такие, ну, вот, они начинают все воспринимать через призму юмора. Ну, и вот классический такой юморист, если мы говорим где-нибудь, комедийный юморист, то есть, юморист в комедии, это человек, который еще и разучился серьезно ко всему относиться, и может там достучаться до своих чувств, все время отшучивается. И я таки, боже мой, поговори со мной серьезно. А он такой, ага, 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 вот, ну, у него какие чувства. Вот, ну, это, конечно, тоже комедийный штамп. Вот, поехали дальше по вопросикам, если тебе нечего здесь добавить. Нечего? Нет. Ну, хорошо, да, хорошо. Какие актуальные мобильные игры с сильным нарративом можете выделить? Вопрос подвохом. И у меня ответ с подвохом. Я назову Хардстоун из последних мобильных игр, которые я встречал. И несмотря на то, что я играю в нее на ПК, я могу отнести ее к мобильным играм. Это игра, которая меня удерживает и восхищает своим нарративом, именно в том числе, в том числе потому, что там нет истории глобальной. А если она и есть, это какие-то сингл-режимы, в которые, на самом деле, мне кажется, никто не играет. Но она потрясающая именно в том плане нарратива, в каком его хотят видеть адепты-нараторики, когда мы рассказываем какие-то истории не текстом, а через геймплей. Там очень много юмора и историй построено на вот этих карточках. Это карточный батлер, да, для тех, кто не в курсе. И на тех карточках с теми названиями и с теми эффектами, которые вот бойцы дают. Если ты меня хочешь спросить про что-то, что-то с суперзаумным сюжетом, то я не назову, кроме Хардстоуна других. То есть мы же все-таки обсуждаем нарратив, а не сюжет, да? Если ты меня спросил, какой фильм, может быть, я бы еще и назвал. В плане мобильных игр это должна быть именно игра, именно нарратив. И вот нарратив в Хардстоуне потрясающий. Слушай, ну, твой ответ действительно меня удивил. Мое уважение. Но просто ты говоришь, типа, вот, типа, я играю на компе, но все равно это мобильная игра, это все равно, чтобы в Майнкрафт такой поставить, виртуалочку, и играть, и говорить, типа, ну, вот оно. Нет, я знаю, что на мобильных устройствах есть Майнкрафт, но все равно очень странно. И, кстати, ну, в Майнкрафте восхитительный нарратив. Просто обычно об этом не думаем мы, как о мобильной игре. Ну, как бы, ладно, хорошо, мне нравится этот ответ. Очень дипломатично. Ушел от вопроса, никто этого не заметил. На кого ориентируется часовщик? Ну, смотри, тут, как бы, вариантов масса. Вообще, мы ориентируемся на всех сразу. то есть мы берем, изучаем лучшие практики и берем все лучшее в игре, если мы говорим про геймплейную часть, то мы смотрим даже на Крэнди Краш Сагу, да? Серега, ты пропал? Не волнуйся, все, все, ок. Продолжай говорить. Если мы говорим там про геймплейную часть, то это даже Крэнди Краш Сага. Если мы говорим там про истории, про сеттинг, то, конечно же, это наши ближайшие, как нам кажется, по сеттингу конкуренты. Это записки Искателя, это Риддл Сайт, поскольку это тоже мистические, фантастические истории. Это Хидден ЕП, если знаешь, такой хок неплохой. Ну и Мэнер Мэттерс, да? Это вот игра от Клэрикса, где они в декорирование особняка решили добавить мистики. Вот. Ну и хочется, наверное, сказать, что арт-стиль у нас, наверное, все-таки свой. Тут я отсылаю художникам, на кого они в первую очередь рефуются, но я могу сказать, что есть такая игра, недавно вышла, Raven Castle, может быть, слышал, то вот это, мне кажется, та игра, которая уже ориентируется на часовщика. Мне кажется, они очень много оттуда позаимствовали. Таким образом, часовщик уже сам становится игрой, на которой ориентируются. Если ты что-то говоришь, тебя не слышно. Ты говоришь, Raven Castle, это в смысле замок или как это пишется? Да, как замок. Просто Raven Castle, я вижу, это, первое, что мне выдало, это Skyrim-овский мод. Я такой, типа, что? Как вы в это играете на мобилках? Все вижу, вижу, слушай, действительно очень, ну, прям один в один часовщик, действительно, мне нравится, да. Подам туда резюме обязательно. Главное, никто не говорит о моей Тоне. Не, 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 в коем случае не ищу сейчас работу и вообще мне все нравится. Смотрите, да, собственно, к вопросу о том, что является референсом, ну, как бы, я тоже могу про часовщика рассказать, когда я там работал, то есть там, на самом деле, была очень классная идея, которую заложил еще Паша Шабарин на том, что мы ориентируемся, ну, это женская аудитория, старшая женская аудитория, ориентируемся не столько на какую-то стимпанковскую стилистику, сколько на газламп фэнтези, так называемый. То есть, вот это вот больше, оно больше к фэнтези, к сказке, ну, сказка это плохая такая штука, в том смысле, что-то в сказке нет четких законов, а в фэнтези четкие законы есть, и вот, короче, это круто. Причем, газламп фэнтези, ну, там, я не знаю, стимпанк герл, что-нибудь в этом духе, да, и мало таких произведений, на самом деле, но они есть, а женщинам, ну, в целом, в целом, не особо заходят вот эти вот все штуки с шестеренками, механизмы и так далее. Это, ну, на самом деле, мужская тема, это не какой-то сексизм, это вот исследования, которые многократно проводились и многократно доказывали, что как бы мы вот мужики, которые писали там на часовщике, не пытались засунуть им очередного робота из шестереночного или какой-нибудь завод, женщины такие, не, ну, давайте нам, короче, красивых платьев из начала 20 века, мы такие, да что ж с вами не то, роботы, уважайте роботов, ну, хорошо, да, я помню. Извините, не роботов, а автоматонов. Автоматонов, да, я сам, я сам тебя научил вот это исправлять, теперь ты меня исправляешь, ученик превзошел своего учителя в душневстве. Хорошо, хорошо. А, соответственно, двигаемся дальше. Куда, на ваш взгляд, двигается нарратив в казуалках? Мне кажется, нарратив в казуалках движется туда, ну, движется к более, таким, более к ПК-шным играм. То есть, они активно заимствуют инструменты, которые уже доказали свою эффективность на ПК-шных играх. Например, очень многие мобильные игры, тот же Riddle Side, из последнего это Family Escapes и Family Hero, это игры, которые предлагают тебе варианты выбора. Да, вот сколько бы ты не жаловался на Telltale, игры, в которых еще более ложный вызов, ложный выбор, это вот мобилки, но это очень работает на вовлечение, на интерактивность и видно, что мобильные игры пытаются активно использовать инструментарий таких более крупных проектов, своих крупных собратьев с ПК. Очень много игр из казуалов начинают идти в mid-core и в hard-core, да, то есть, те же игры, которые есть, тот же Hearthstone, типа он есть на мобильной, но это более серьезная игра, чем на наши казуальные матч-3 в этом плане, да, в плане сложности и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что рынок очень быстро поймет, что он может быть уникальным и каждый начнет пилить инди-историю, то есть, рынок наберет такую массовую аудиторию, что каждый сможет инди-проект выстрелить, найти свою нишу и на этом зарабатывать и геймдев, казуальный мобильный геймдев, наконец-то двинется в сторону уникальности. Мы говорим о том, что есть вот такая вот надежда на то, что у нас будет больше диверсифицирован рынок, то есть, вместо там каких-то трех больших, ну, там, 30 больших игроков будет 300 тысяч миллионов и все жанры будут представлены, все будет очень круто, все будет играть в, не знаю, пошаговые стратегии на мобильном устройстве, там, короче, глобальная карта, ты такой сидишь двумя пальцами, управляешь галактикой в Stellaris 8. Не обязательно, ты же знаешь игру Godville, где вообще не нужно управлять персонажем? я в нее играл, да, это очень классная игра, ржачная, да, то есть, она на удивление, ну, то есть, она на удивление, как сказать, ну, стебная, да, она ироничная, но при этом она не пересекает вот эту вот грань без вкуса, когда все становится настолько плохо, что ты такой, ну, это уже прям вообще настолько тупо, что уже не смешно, нет, ну, то есть, там все достаточно, как сказать, с точки зрения юмора, мне очень нравилось, как они держали себя в рамках. И эта игра с уникальным геймплеем есть, отличная игра, я, к сожалению, не помню ее название. Есть игра, называется Progress Quest, например. Да. Вот. Я просто, ну, я просто профессионально читаю мысли, обращайтесь. Вот. Хорошо, хорошо. Я тоже надеюсь, как бы, вот я уже второй вечер подряд говорю о том, что вот-вот настанет золотой век. Мы вчера с Альфиной пришли к этому странному выводу, ну, точнее, Альфина не пришла к нему, а я-то пришел. Вот. И, короче, сейчас Дима пришел, скажет, вот сейчас, короче, вот сейчас заживем, все, и как бы все нормально. На самом деле, с мобилками в этом отношении сложнее, потому что цена на трафик, она все растет и растет. И я хочу на эту тему, ну, то есть, мне задали этот вопрос, обратиться на тему цены трафика к Сергею Орловскому, спасить до Коли, пусть он, короче, вернет стену, как дуров, да, пусть он понизит цену, и что, как с этим жить, да, потому что, ну, вообще уже непонятно, как с этим работать. А если мы берем какие-нибудь, там, стимовские игры, РПКшные, то там вообще полное раздолье, пилите свою индию, экспериментируйте, зарабатывайте, ну, вот, на следующую игру, и можно так жить прекрасно, без всяких проблем. Хорошо. Двигаемся дальше. Какие истории любит целевая аудитория часовщика? Ну, хорошо, я продолжу тут, это один вопрос, на самом деле. У вас в игре есть много ивентов, где можно проверять и тестировать предпочтение, расскажите про успешные и неуспешные кейсы, пожалуйста. Это не мой вопрос, если что. Смотри, понять, чего хочет наша целевая аудитория, очень просто, достаточно посмотреть один из первых клипов Ленинграда, где женщина говорит, я хочу, чтобы все было мистически, фантастически, шикарно, изысканно, чтобы все на меня смотрели. Вот, если ты будешь соответствовать этим требованиям, твоя история взлетит. мы проводили АБ-тесты, и да, они на самом деле показали разные результаты, но гораздо интереснее результаты опросов, которые мы проводим, в частности, мы проводили опрос, у нас было событие, в котором горожане борются за ключ от города, и два главных персонажа соперничали, в том числе, это дядюшка и часовщик. Часовщик – это главный злодей игры, дядюшка – это главный, так сказать, спутник игрока, главный протагонист. Можно, наверное, так сказать. И результаты опроса показали, что кто-то за дядюшку, кто-то за часовщика, кто-то за других приснове, но очень много ответов было, что игроки сами бы не отказались стать хранителем ключа, да, то есть игроки хотят чувствовать себя важными, и у нас много таких моментов, когда им помогаем чувствовать важными. Они помогли собрать, там, починить корабль, и мы называем новый корабль в их честь, то есть там, паровой линкор «Виктория», если игрок «Виктория», они помогли нам обустроить парфюмерную лавку, и мы называем духи в их честь, духи, опять же, Елизаветы, или там, духи Марии. И вот такие вот вещи, они на удивление действительно работают. Это мы видим в вопросах, и мы стараемся это учесть. Какие истории у нас заходят, это, конечно же, мистические, фантастические и так далее. У нас было событие, которое, у нас очень любят события, на самом деле, про призраков. Несмотря на то, что у нас с этим и нету как таковых призраков, это все научные аномалии, отголоски прошлого и так далее, и так далее. В общем, ты сам это прекрасно знаешь. Но они очень хорошо заходят. Буквально мы можем собрать точно такое же событие по структуре, но с немного другими декорациями. Здесь у нас призрачный пояс, здесь у нас призрачное дерево, но оно офигенно зайдет и покажет офигенный результат. Хорошо заходят Love Story. И, как ты знаешь, пример, который стал притчей в Языцах, у нас не зашла доска Уиджи. Казалось бы, это максимально наша тема. Это вот доска, также известная как ведьмина доска, с помощью которых общаются с духами, на которых буковки и двигается вот этот треугольничек, забыл, как называется. Неважно, что ты общаешься с духами и таким образом получаешь от них какие-то ответы. Максимально мистически-фантастическая история идеально попадает в викторианский сеттинг, когда были вот эти пышные платья и сеансы столоверчения. Но у нас жутко возмутились игроки, они сказали, что общение с демонами это не по-христиански, поэтому дизлайк, отписка и лютый бунт был в соцсетях, очень долго их успокаивали и это был первый случай, когда мы, никто из нас не мог даже предусмотреть, что вызовет вот такую реакцию. Мы опасались за ктулху, мы опасались за масонов, но бомбанула доска Уиджи. Ну вот это самый интересный кейс, который у нас был и до сих пор он как страшный сон является нам иногда. Да, спасибо, я просто, когда вот про это уже рассказывал Саня Пугачев в своей лекции, я такой, типа, он там дает вот этого там масона, ктулху, доска Уиджи. Типа, отчего бомбанула вот христианская аудитория в США, я такой, блин, это же все три моих события. Как я хорош, как я хорош. Да, ну то есть там еще была забавная история, что после того, как я вот начал больше добавлять, ну уходить от вот совсем наивной, наивной сказки, да, про печенье булочек, про вот это вот, ну то есть изначально проблема в нарративе была в том, что как обычно сперва там все нарисовали, потом написали квестов, а потом такие, типа, а давайте напишем нарратив, и все-таки. Так игра-то уже есть, как тут нарратив написать, а вот как-то, да, вот типичная проблема нарративщика, то есть все совсем не так, как надо делалось, но как бы оно сработало, да, соответственно, делалось-то на самом деле все правильно, то есть с точки зрения бизнеса все делалось правильно, с точки зрения здравого смысла нет, вот, ну с точки зрения нарративщиков, нарративщиковского здравого смысла. И, соответственно, там была проблема так называемого описательного нарратива, когда у нас уже все есть, и нам нужно просто объяснить, зачем мы все это делаем. И нужно было просто не объяснять, зачем нам пирожки, а создавать ценность сбора пирожков и отходить от всего. Ну и, соответственно, там появлялось больше мистики, появлялось каких-то больше темных тем, потому что, ну, то, с чем сталкиваются нарративщики на играх 3+, это главная проблема, это то, что, ну, у тебя очень сложно создать конфликт, когда все персонажи хорошие и все добрые, все честные, и у них вообще нет недостатков, и они все одинаково хорошие, соответственно, что им делить-то вообще? Вот. А без конфликта, соответственно, нет драматургии, нет истории, вообще ничего нет. Но они могли ругать Частовщика, это ты решил добавить перца в коллектив, чтобы персонажи ругались еще и между собой. Да, ну, конечно, ну, как бы, а что это за команда, что это за команда героев, которая не срется всю дорогу? Ну, то есть, зачем? Зачем она такая нужна? Вот. Лига справедливости. Ага, не срется, конечно, точно. Я просто смотрел Снайдеркат, я помню, как она не срется всю дорогу. Все четыре часа не срется. Не, не, подожди, ты смотрел Снайдеркат, я про первый вариант. Хорошо, ладно. Соответственно, здесь люди не накидывают вопросы, поэтому я продолжу. Мне в Часовщике очень нравилось и сейчас до сих пор нравится то, что Часовщик очень интересный антагонист, потому что, ну как, тема игры – это коллективизм против индивидуализма. У нас есть хороший, мощный такой антагонист, который противостоит всему городу. И только сообща герои могут его победить. А я такой, типа, ну, как бы он молодец, он классный, он вообще всего добивается в жизни, он проактивный. А они просто там ходят и ломают все его изобретения. Я такой, я на стороне Часовщика, он хоть что-то делает в конце-то концов. То есть, вот, можешь немножко порассуждать на тему того, как можно создать интересного, хорошего антагониста, которому сопереживаешь? Что ему надо для этого? Я рад, что ты задал этот вопрос, потому что у меня есть на него ответ. Ответ в данном случае, что, ну, изучая и фиксируя для себя какие-то важные моменты сценарного дела, я пришел к выводу, ну и, собственно, я думаю, это вывод по поверхности, но просто я не сразу до него дошел. Хороший антагонист – это антагонист, который в случае, который при необходимости можно сделать протагонистом. То есть, его мотивация, его цель настолько тебе понятна, близка. И, в общем-то, как ты знаешь, по законам драматургии, протагонисты и антагонист борются за одно и то же, но только разными методами. Отсюда и, собственно, конфликт интересов. И чисто теоретически любой фильм, который тебе понравился, в котором хороший антагонист, ты можешь его представить как протагониста и фильм рассказать с его точки зрения, и тогда он уже будет хороший протагонист поставить на место злодея. И фильм сработает. Потому что, когда у персонажа понятная мотивация, близкая тебе мотивация и, в принципе, разумная, логичная, последовательно, ты легко можешь представить себя на его месте. И поэтому он выглядит живым, настоящим, а не карикатурным. То есть, если это доктор зло, который хочет захватить мир, ну, а зачем он это хочет сделать? Ну, очень мало, мне кажется, людей, кто всерьез хочет захватить мир. А человек, который хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он один все делал, да, чтобы ему не мешали, и он считает, что он справится один лучше, чем стадо болванов, это вот позиция, которая близка очень многим. И на фоне таких антигероев, как Шерлок Би-Би-Си, Доктор Хаус и так далее, вот этот индивидуализм, он особенно выглядит привлекательным. И поэтому часовщик, как антагонист, он интересный. Потому что мы можем его представить на стороне героя, который противостоит, как единственный выдающийся ум, интеллектуал и ученый, который противостоит тупой толпе, которая ломает его изобретение. Ты сам это сказал. И именно потому что ты можешь симпатизировать часовщику, он такой классный злодей. Но мы об этом не говорим в нашей целевой идее. Ну так, здесь, скорее всего, нет миллионов игроков, которые играют в часовщика и платят из США. То есть я думаю, что мы не сильно нанесли сейчас ущерб белке. Если такое случится, то мы сейчас на этой неделе еще поговорим с Мазаником и обсудим, как мы сможем загладить эту вину. Собственно, да. Я просто пытаюсь взять первого попавшегося антагониста, который мне приходит на ум, так как я сейчас под большим влиянием Дино нахожусь. Мне в первую очередь в голову пришел Волан-де-Морт. Я думаю, насколько я хочу построить фашистскую магократию в Британии. Такой типа, ну, это не самая близкая для меня цель. Наверное, она, ну, где-то в конце первой десятки, да, вот скажем так. Вот, поэтому, ну, на самом деле я не могу сказать, что вот Волан-де-Морт прям классный антагонист, потому что, типа, ну, он очень эффектный, он очень привлекательный как, ну, харизматик, да, но, типа, цели его, они такие очень странные. Они, ну, они вот действительно карикатурные, то есть, типа, злодейское зло, то есть мы его прям черными красками мажем, типа, вот, есть фашистское зло, которое хочет всех загнать в стойло, да. Как ты к этому относишься? Я вижу, ты хочешь подискутировать, а мы ради этого и здесь. Я готов с тобой поспорить, но сначала ответь мне на вопрос, ты считаешь его хорошим антагонистом или плохим? Ну, я уже сказал, что у Волан-де-Морт, вот, как бы, он, он, он прикольный, но как антагонист он не особо. Тогда почему ты меня спрашиваешь, что, ну, его цели, ты сказал, его цели мне не ясны, и при этом он плохой антагонист. Может, поэтому он плохой антагонист? Не, не, мне ясны его цели, они мне просто очень, очень, ну, очень далеки от меня. Давай я попробую ответить на этот вопрос. Я не соглашусь с твоей целью построить фашистскую автократию с тобой во главе, а ты не забываешь, что он волшебник. И он волшебник, живет в мире волшебников, которые скрываются от обычных людей. И его цель, на самом деле, понятна очень многим. Если я такой сильный, я могущественный, почему я должен скрывать свои силы, и почему я не могу ими пользоваться? Почему я должен подстраиваться, опять же, противостояние толпе под менее умное и могущественное большинство? Это конфликт системы, это бунт, типичный подростковый бунт против системы. И это потом уже, его, собственно, цель выливается в то, чтобы установить диктатуру. Но, по сути, он задается вопросами, почему мы, волшебники, должны скрываться и как-то присмыкаться перед людьми, хотя не менее могущественные, чем мы. И в этом плане такая постановка вопроса, мне кажется, может быть очень многим близка. Это интересное мнение, то есть на этом строится много действительно хороших сеттингов, ну, как, я не знаю, как какой-нибудь, ну, любой сеттинг, где есть вот какая-то скрытое, скрытое правительство, скрытое сообщество супернатуралов, которые хотят, типа, обязательно есть какие-нибудь иные, которые такие хотят, да нет, мы должны править, править всеми смертными, или там есть какие-нибудь вампиры, которые, мы должны, мы шабаш, мы должны править этим миром, мы не должны скрываться, да. А с другой стороны, я подумал о том, что то, как ты это описываешь, то есть меньшинство, которое хочет показать себя миру и доказать, что у них есть право не просто быть наравне, но еще и диктовать свою власть, это в рамках современной повестки звучит несколько даже кричащая, дико, я такой, типа, что это, это что, критика ЛГБТ все это время была? Вот, нет, конечно, я не думаю, что можно на эту тему натянуть, но у кого не хватает диплома, пожалуйста, берите, описывайте, будет смешно, все посмеемся. Вот, хорошо, да, соответственно, следующий вопрос, никто тут не хочет задать, а то я следующее задам. Вот, смотри, ты упомянул то, что нарратовика, да, безмерно мной уважаемая и в то же время вызывающая много обсуждений в интернетах группы людей, они там транслируют то, что нарратив, это не только и не столько даже диалоги. Ты как бы это выразил, вот как позицию нараторики. А какая есть тогда альтернативная позиция? Какая, ну, какая группа там нарративщиков, сценаристов, я не знаю, говорит о том, что нарратив – это диалоги. Вот, что это такое? Это любители визуальных новелл или кто за это топит? Нет, как правило, за это топят люди, которые не являются нарративщиками. То есть это недостаточно, скажем так, опытные геймдизайнеры или продюсеры, которые считают, что, ну, нарратив – это просто тексты, это какие-то текстики, это какие-то буковки, это какие-то диалоги, что вот как бы их никто не читает. И не понимая, что нарратив, он шире, чем те диалоги, которые мы пишем, да, что это визуальная подача, что это визуальный стиль, это история, рассказанная через геймплей. Здесь я на раторику во многом поддерживаю, что действительно нарратив – это в целом весь твой экспириенс как игрока, который ты получаешь от игры. И хороший нарратив – это нарратив, где все вместе работает на этот экспириенс, когда история и геймплей не противоречит друг другу, не идут где-то по отдельности, а вместе помогают тебе, раскрывают твою историю и помогают получить лучший пользовательский опыт от игры. Хорошо. Ну да, тут действительно у нас спора не получилось. Да, действительно, это классическая проблема вот именно новичков, которые фигачат нон-стопом диалоги. и ты такой, типа, ну, это еще в кино было, да даже в театре, там, типа, не рассказывай, показывай, да, типа, все это можно без диалогов раскрыть. Ну, большинство, да. Если мы не говорим про какую-то разговорную комедию, которую мы решили показать почему-то без диалогов, вот мы молодцы, да. Именно, ну, диалоги – это такая штука, которая пишется в конце, после того, как вся история уже есть, когда уже все понятно, когда все конфликты понятны, и вот это уже вот последний этап, когда все полируется, да, когда персонаж уже начинает говорить, обретает голос и так далее. Там может случиться интересная штука, вот по моему опыту, что когда персонажи обретают голос, они могут начать играть, ну, вот у них появляется свой голос, и они начинают в твоей голове, ты понимаешь, что они должны действовать по-другому, потому что они так говорят, у них появляется свой характер, и, соответственно, появляется своя воля. И ты вынужден переписывать сюжет, потому что персонаж уже действует по-другому. То есть вот это вот давление персонажа на автора – это очень интересная тема, то есть вот это вот такая профессиональная, контролируемая шизофрения, когда голоса в твоей голове начинают с тобой спорить. Это такое, но это вообще не я, это отдельная личность, я должен ее уважать. Вот. Да, очень интересно. Появился вопрос от нашего зрителя из города Санкт-Петербург, возможно, тебе знакомый. Город не нашел, куда вопрос написать, может, увидит. Как работать вместе с нарративщиком, который очень творческой личности, просто теряется в потоках своих мыслей, расстраивается, когда его идеи отвергают? Это очень хороший вопрос. Тут, пожалуй, главное открытие, которое я сделал для себя, когда только-только устроился в Белку, ну, потому что, чтобы подготовиться к собеседованию, нормально писать, я начал активно играть в Homescapes, и я воспринимал вот эти вот матч-3 уровни как препятствие для получения сюжета. То есть я вынужден пройти какие-то уровни с головоломками, чтобы наконец-то добраться до игры установки мебели и чтения диалогов, их шуточки и вот этой истории. А сотрудники нашего матч-3 отдела это были люди, которые играли в матч-3 вот такие вот игры ради матч-3 уровня, и они абсолютно не читали сюжет. То есть у них там, условно говоря, полторы тысячи звезд, но они их даже не тратят, потому что они пришли сюда играть. И, пожалуй, главная задача нарративного дизайнера, он должен понять, что есть люди, которые играют не только ради там сеттинга сюжета истории и нарратива как такового, но и ради геймплея. Но обратная ситуация, когда и геймдизайнер должен понимать, что не все люди играют исключительно ради геймплея, и для некоторых вот этот нарратив, сеттинг, арт, история и сюжет могут быть важнее, чем геймплей. Вот. И если человек настолько творческая личность, что не понимает какие-то бизнес-цели, не понимает, что люди приходят в том числе за геймплеем, и его задача не оттягивать внимание, а усиливать интерес к этому геймплею, ну, наверное, это, скажем, мягко начинающий нарративщик, который не понимает всех тонкостей работы. Вот. И мне сложно сказать, что делать с такими людьми, потому что сам-то я очень большой занудый бюрократ, и для меня системное понимание вопроса стоит на первом месте. Сначала мы разберемся, как это работает с квадратиками, а потом давайте мы придумаем, что нарисовать на этих квадратиках, как я их назову, и какие будут диалоги, будут ли они вообще. Вот. И здесь, ну, возможно, стоит с ним поговорить. И, если это какой-то очень конкретно наболевший вопрос у человека, с ним поговорить и объяснить, что, ну, что не все игроки пришли ради, там, его истории. Ну, если он упирает именно на то, что мы хотим, давайте делать больше истории, а сказать, что вот у нас игра, а не спектакль, да, как верно заметил. Если у него бессистемный сюжет, который не складывается в единую линию, рассказать там о длине сессии, и о том, что игроки играют, как играют игроки в нашу игру, и что они не в состоянии запоминать все мелкие нюансы, и поэтому твоя история должна быть либо чуть легче, либо мы чаще повторять какие-то детали должны, если он их не понимает. Но как научить человека системному мышлению, это не ко мне. Здесь я просто поддержу твою мысль, что это показатель новичка, то есть вот эта вот уязвимость, которая очень теряется, ну, расстраивается, когда идеи отвергают, это говорит о том, что у человека есть, ну, это обратная сторона синдрома самозванца, то есть человек, у которого синдром самозванца, ну, он зачастую пытается гиперкомпенсировать это, да, то есть он пытается, наоборот, показать себя еще более важным, еще более значимым, и доказать, что вот, собственно, ну, мы сегодня уже там в два часа обсуждали, что синдрома самозванца как такового нет, это какое-то зонтичное, такое определение, непонятно, что это такое, но, короче, да, есть более понятная штука, как комплекс неполноценности, который может в том числе выражаться в том, что человек начинает это комментировать, начинает показывать себя, пытаться требовать, чтобы его считали более значимым, да, и когда мы говорим, что там, ну, твой нарратив, он не выполняет какие-то задачи, человек начинает, ну, слышит, что это ты плохой, и он начинает доказывать, что вот это все неправда, я просто, я настолько крикнул, что я сам себя в наушниках слышал, это все неправда, я самый крутой, самый замечательный, и так далее, да, ну, естественно, важно понимать, что, ну, важно донести до человека, что мы тут вообще-то, какую цель достигаем, да, то есть, в корпоративной разработке, там, цель есть, заработать денег, да, в этом нет ничего плохого, потому что из этих денег зарплату платят, ну, то есть, это вот как бы закономерный обмен, там, твоего труда на деньги, да, если игра перестанет деньги зарабатывать, ну, там будет не очень хорошо, в лучшем случае, там, нужно будет просто ее переделывать, в худшем проект закроют, в совсем плохом закроется вся компания, да, и, соответственно, если это Инди-разработка, то, как бы, ну, и у Инди, вообще-то, деньги важно зарабатывать, и даже если это вот какой-то проект, некоммерческий, чисто вот для того, чтобы выразить какую-то идею, например, да, ну, так, там, цель выразить эту идею, да, там, это же тоже очень важно сделать так, чтобы она была структурно выражена, чтобы, ну, она ясно считывалась, а не просто там было какое-то облако тегов набросано, и такой, типа, вот у меня поток мышления, давай, угадай, что уже хотел сказать автор. Ну, то есть, да, такой подход тоже может быть, ну, типа, если он не закладывался изначально в каком-то вижене, да, что вот здесь у нас будет облако тегов, у нас будет просто вот такое блуждание по чертогам разума сумасшедшего, то, ну, не надо потом это выдавать за то, что вот так и надо было сделать. Я бы сказал, что так можно, но для того, чтобы нарушать правила, нужно сначала знать и уметь работать с этими правилами, и только потом нарушать их правильно, чтобы твоя мысль, ну, чтобы ее увидели и оценили. Да, я согласен, то есть, я всегда выступаю за то, чтобы, ну, если ты хочешь нарушать правила, а такое, ну, творческий, ну, творческий заряд, он во многом, он такой разрушительный, освобождающий, типа, я хочу вот нового что-то, чего никогда не было. Прекрасно. Так ты освои правила, пойми, зачем они были нужны, и после этого уже с пониманием того, как эти инструменты работают и как они не работают, ты уже там разрушай, пересоздавай, новую форму наполняй, это все замечательно. Просто вот если, там, ты не умеешь пользоваться молотком, то ходить и говорить, что молотки зло, но это просто как-то, ну, типа, чувак, ну, все этим работают, и как бы есть зарекомендованный инструмент для решения конкретной проблемы, и, типа, ну, ты его освой, а потом ты уже изобретай свой какой-то супер молоток, который будет, ну, который совершит революцию и создаст совсем новые, новые инструменты, новые формы, новые подходы. Вот. Спасибо тебе, Дима, за этот прекрасный вечер. Я надеюсь, что то, что я посреди отключился, чтобы поиграть в Raid Shadow Legends, пока никто не видит, никого не расстроило, потому что ты там рассказывал про какие-то игры. Вот. Пожалуйста, у тебя вот есть там последнее, последнее слово, последний спич, что ты можешь сказать вот тем замечательным людям, которые сейчас хотят попасть в GameDev, вернуться в GameDev, перекинуться из другой области в GameDev. Что бы ты им посоветовал, что бы ты какое-то напутственное слово сказал? Ну, если вы по-настоящему любите игры, то для вас нет никаких преград. так или иначе вы найдете, куда их применить. И мне кажется, все возможно. Нужно любить игры и не останавливаться. Вот если не останавливаться, по-любому результат будет. Не знаю, может быть, это немного наивно и избитый звучит, но реально, пожалуй, не останавливаться и любить игры. Это самое главное в нашей профессии. Да, я здесь с тобой полностью согласен. То есть, если человек действительно движется в этом направлении, если действительно прикладывает какие-то осознанные движения, если ищет, как двигаться лучше, осознаннее, как применять больше навыков, как выходить из своей колеи, чтобы попасть в новую колею в GameDev условно, то рано или поздно он доберется. Здесь мы собрались для того, чтобы как можно больше людей раньше добралось, нежели поздно. То есть, не через 15 лет, а через 14. Вот, ну, как можно раньше. То есть, мы не можем планировать у каждого свой путь. И условия меняются постоянно. И я надеюсь, что то, что сегодня Дима рассказал, мне было очень приятно с ним пообщаться в любом случае. Я просто рад, потому что появился еще и повод вытащить человека из зоны комфорта и заставить его со мной обсуждать какие-то серьезные вопросы. Вот. И, соответственно, спасибо. Спасибо тебе, Дима. Спасибо всем зрителям и на трансляции, и на YouTube. И, возможно, если это будет еще и где-то на подкасте, и вот вам тоже спасибо. Встретимся в очередной раз. Будем попадать в GameDev. Дима. Спасибо. Даже пока-пока по нашей ручке. Да, и всем счастливо. Хорошего вечера. Пока-пока.